Воскресенье исполнится 54 года Международному союзу КВН. Хоть и не юбилей, но согласитесь, дата впечатляющая. Больше полувека веселые и находчивые юморят со сцены федерального канала. Как подготовились к этому событию КВНщики Красноярска, узнаем у нашего гостя в студии руководитель движения КВН по краю Светлана Неделько. Здравствуйте. Ну, во-первых, примите поздравления. Здравствуйте. Спасибо. Да, дата действительно впечатляющая, 54 года. Расскажите, как за это время все-таки удалось сохранить вот эту фирменную марку КВН? Не скатиться куда-нибудь совсем в какой-нибудь плоский юмор, да? КВН, вот сколько я себя помню, маленькая была сейчас, это всегда КВН, всегда на одном уровне. Ну, наверное, потому что это очень интересный проект. Это то, что придумано в России. И это проект, и не только игра. На мой взгляд, это уникальная технология, которая позволяет людям получать такие компетенции, которые они могут использовать не только в игре, но в своей обыденной жизни, на работе. Ну и, конечно, гения Александра Васильевича, который может вперед смотреть, потому что он меняет игру, игра меняется, игра живая, появляются какие-то новые конкурсы, появляются новые команды, появляется новая мода и так далее. Поэтому это живая игра, которая живет, развивается. И да, дай бог здоровья Александра Васильевича. Ну, а как КВНщиков самих удается держать на уровне? Потому что мы все прекрасно понимаем, вот я говорю, то, что было раньше, да, и то, что сейчас люди разные, но у них одинаковый уровень. Ну, я еще раз повторю, что КВН – это уникальная технология. То, что мы видим на сцене, это такой вот маленький-маленький пик огромного айсберга, огромной работы, потому что ради нескольких минут ребята месяцами придумывают шутки, репетируют, неважно, болеют, они плохо себя чувствуют, они выходят на сцену, они улыбаются, они должны хорошо выглядеть, они должны помнить слова, поэтому это очень большой труд. И не зря вот сейчас все каналы заполнены ли КВНщики, потому что, наверное, никто не может работать в таком режиме, как КВНщик, за очень короткие сроки выдавать максимум результата. Это такая игра, такие правила. Ну, давайте поговорим, возможно, что-то изменилось в КВН все-таки 60 лет почти? Ну, да, я уже сказала, что меняются конкурсы, появляются новые команды, и в КВН, наверное, как во всем есть своя какая-то мода. Вот сейчас, если вы заметили, в моде концептуальные команды, вот, например, наша плохая компания, ну, можно другие команды называть, сейчас вот модно вот так, вот такие вот концептуальные команды. Ну, и помимо того, что, вот мы говорим, союз КВН, что же такое союз КВН? Это огромное количество лика по всему миру, не только в России. Это и Америка, Германия, Англия. Недавно я видела афишу на японском. Понятно, что играет в основном русскоязычное население, но вот так вот распространяется КВН. И нам повезло, у нас в Красноярском крае есть большое движение КВН, оно, наверное, единственное в стране, я не побоюсь этого слова, потому что у нас в Красноярском крае 37 лиг КВН. И находится Центральная лига Международного союза КВН Азии, таких всего 10 в стране. В 2015 году она признана лучшей лигой, поэтому в Красноярске, в Красноярском крае создано все, чтобы КВНчики могли играть здесь и развиваться. У нас есть небольшой ролик, как раз таки демонстрирующий, как красноярские КВНчики подготовились вот к этому юбилею. Давайте посмотрим. Про Азию. Хочу пригласить всех на финал 21 ноября. КВН – наша игра, это наша игра, навсегда наша игра. Всех она сводит с ума. КВН – наша игра, это наша игра, навсегда наша игра. Давайте тогда поделимся с красноярцами, куда приходить, что смотреть. Большое количество лиг в Красноярске. Одна из них, самая главная, самая интересная, самая профессиональная лига Азия пройдет в финал 21 ноября в Гранд-Холл Сибирь, поэтому приглашаем всех туда, приедут. У нас играют там команды со всей страны, это финал, остались лучшие. Поэтому будет очень интересная борьба, приходите на это посмотреть. Какой-то спецпоказ будет, спецкоманда, не знаю. Ну, это финал, там все спец, там все спец. Это очень интересно, много сюрпризов, поэтому приходите убедиться в этом, посмотреть. Ну что ж, у вас еще есть возможность как-то поздравить своих коллег. Уважаемые КВНщики, люди, которые играют в КВН, которые смотрят КВН. Я вас поздравляю с этим замечательным праздником. Спасибо, что вы любите эту игру, потому что это больше, чем игра. Для многих это целая жизнь. С праздником, с днем рождения.